Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Зеленую – низкий риск, желтую – со средним риском и красную группу – с самым высоким риском и угрозой не только заморозки счетов, но и полной ликвидации. Как не попасть в красную зону и как выбраться из красной зоны, если вы уже там, знает Сибнефтегрупп. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Новости Сургут-24». В студии работает Виктория Анисимова. В начале выпуска коротко о главных его темах. В Сургуте скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зоя Александровна Кудинова. Она была последней из городского клуба фронтовых подруг. А у нас в квартире «Газ». В домах 11 сургутян в этом году появится доступ к голубому топливу. Сети подрядчики монтируют бесплатно в рамках программы дегазификации. В Сургутском районе завершили дорожно-ремонтную кампанию. Последним штрихом стал монтаж опор уличного освещения вблизи археопарка Барсова гора. В Сургуте на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зоя Александровна Кудинова. Четыре года она была медицинской сестрой на полях боевых сражений. Не оставила профессию и после. Почетная сургутянка награждена медалями за победу над Германией, за трудовое отличие, за доблестный труд. Ее уважали, ценили, к ней прислушивались. Какой была последняя фронтовая подруга сургута? Слово Карине Алексанян. Родилась она в Ишиме. Всю войну прошла. Оттуда пошла же и на войну. Воевала. Потом воевала она тоже серзант медицинской службы. Так и пошла по медицинской части. Все равно работала в больнице. На фронт Зою Александровну Кудинову призвали в 41-м году. Вплоть до окончания войны она помогала офицерам и солдатам Красной Армии, сохраняла жизни и возвращала бойцов в строй после ранений. Я медсестра помогала раненым. Мое задание было помочь раненым и вывести с этого, потому что много было. Очень раненым. Немец настолько окружал, то там окружит, то там окружит. А медработников не хватало. Очень не хватало бинтов. Негде было ничего. Доставать кое-как. Трудно было очень работать. После войны продолжила службу в Северной Корее. Демобилизовалась Зою Александровна только в 1945 году. И уже в мирное время продолжила работать в медицине. Сначала в родном Ишиме, а потом и в Сургуте. Мы гордимся, мы восхищены этими людьми. И Зоя Александровна. То, что мы живем в одном городе, то, что нам довелось с ней общаться. Ведь она многие годы не только трудилась на становление здравоохранения в городе. Она приехала в 60-е годы, когда Сургут только начал развиваться, строился. А потом, когда вышла на пенсию, она активно участвовала в работе и жизни клуба «Фронтовые подруги». Клуб «Фронтовые подруги» был основан в 1985 году. Тогда он объединял более 60 участниц. В 2020 году их осталось только двое – Зоя Кудинова и Нина Шевцова. Последняя ушла из жизни в прошлом году. Накануне не стало и Зои Александровны. Зоя Александровна прожила в Сургуте более 65 лет. Сделала огромный вклад в медицину и общественную жизнь города. Летом 22-го ей исполнился 101 год. Группа компании «Омедиа» выражает искренние соболезнования родным и близким ветеранам. Карина Александровна, Мария Ливанян, Владимир Федоров. Сургут-24. В первую очередь заменят узел ультрафиолетового обеззараживания и блока доочистки. Это позволит значительно повысить энергоэффективность предприятия и не только. Подробности у Оксаны Ярославцевой. На сургутских косах сегодня используются технологии с 40-летней давности. За эти годы много воды утекло. Существенно изменилось санитарное и природоохранное законодательство. Экологические требования и спрос их нарушителей стали жестче. По некоторым показателям требования к сточным водам, сбрасываем в водный объект, гораздо строже, чем к питьевому водоснабжению даже. Это наш водный объект, и мы должны заботиться о том, какую реку получат наши дети, наши внуки. Это сооружение биологической очистки. Здесь микроорганизмы, которые питаются органикой источных вод, очищают стоки. Это основное сооружение биологической очистки. После него расположены вторичные отстойники, на котором этот активный ил оседает. И дальше уже стоки попадают на сооружение до очистки и станцию ультрафиолетового обеззараживания. Мощность действующих очистных сооружений 150 тысяч кубометров в сутки. На сегодняшний день через них проходит 85 тысяч. Запас пропускной способности есть, а вот оборудование изрядно устарело. В первую очередь подлежат реконструкции узел ультрафиолетового обеззараживания и блок до очистки. Стоимость проекта 2 миллиарда рублей. Средства направят из федерального бюджета. Оборудование закупят отечественное. Производитель уже начал его изготавливать. Стоит сказать, в конце октября правительство Российской Федерации утвердило новую стратегию развития жилищно-коммунальной отрасли. Отмечается, что в следующем году проекты в сфере ЖКХ получат статус приоритетных. Сегодня вектор администрации города и задача, поставленная главой города Андреем Сергеевичем Филатовым, это курсную модернизацию наших систем. Поскольку наши системы устарели, и от того, как слаженно будет работать эффективно команда администрации, команда наших предприятий, будет зависеть, сколько денег федеральным бюджетным выделить для этих целей. Горводоканал первый. В обозримом будущем в планах городских властей модернизация городских тепловых сетей с помощью федерального финансирования будут построены две новых котельных. Установлены цели, чтобы и другие предприятия могли проводить реконструкционные работы с привлечением средств вне бюджетных источников. На Косах следующим этапом обновления станет замена трубопроводной системы и механических сооружений биологической очистки сточных вод. Подрядчик начнет работу весной следующего года. Какие эффекты мы получим от этой модернизации? Ну, прежде всего, то, что всегда волнует жителя. Это неприятные запахи. От очистных сооружений. Мы планируем ликвидировать эти запахи. Ну и, конечно же, нормативная очистка канализационного стока. То есть в реку будет сбрасываться вода по экологическим нормам, в которой можно так называемый сток для рыбохозяйственных водоемов. Что это значит? То есть в том стоке, который мы будем чистить, можно будет разводить мальков рыб. После модернизации Косы получат и экономические дивиденды. Это будет энергоэффективное предприятие с меньшими затратами на электроэнергию, снизятся эксплуатационные расходы, а с бюджета города будут сняты издержки за несоблюдение экологических требований на объекте. Курировать ход реконструкции будет Департамент городского хозяйства. Реализацией проекта займется Горводоканал совместно с Дирекцией дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплексом. Генеральным подрядчиком для модернизации канализационно-очистных сооружений в Сургуте выбрана федеральная структура группа «Энергострой», уже имеющая положительный опыт воплощения в жизнь подобных проектов. Оксана Ярославцева, Сергей Кольков, Сургут24. Вместе с тем в Сургуте продолжается реализация программы дегазификации. В этом году голубое топливо придет к границам 11 домовладений в поселке Снежном и в 3 дома в Лунном. Строительство газопровода высокого давления в последнем уже завершено. Его протяженность 245 метров. Планируется построить еще 300 метров газопровода низкого давления. В этом году на согласование в акционерное общество «Сургутгаз» заявители из Лунного предоставили два проекта по газификации своих домов. Будущие пользователи ожидают от проводимых мероприятий больших удобств и экономию средств. Услышала, собрали документы, съездила Сургутгаз, оформили все. Проект у нас все уже сделано, все согласовано. Еще не полностью привели, но доходят до участка. Вот наш участок здесь вот. Уже в этом году? В этом к Новому году будет газ у нас. Ожидаем, конечно, плюсов. Платить будем меньше. Выгода есть большая. Участие в программе догазификации носит заявительный характер. План график бесплатного подведения трубы с голубым топливом до границ частных домовладений корректируется и утверждается с учетом поступающих заявок. В течение текущего года соответствующий пакет документов подали на рассмотрение 373 сургутских семьи. Уже заключен 131 договор, по 14 заявкам ведется подготовка, а еще по 19 ожидается поступление необходимой документации. В Сургутгазе уточнили, что заявка может быть отклонена, в частности, из-за несоответствия критериям догазификации или предоставления неполного объема документов. Договор по догазификации заключается на один год и по времени все зависит от необходимости прокладки газопровода, сколько длина газопровода, ликвидация дефицита пропускной способности. Это все зависит от многих факторов. Здесь мы работаем месяц и сейчас на финальной стадии уже мероприятие по подключению запланированной на 2022 год. Соответственно, осталось проложить 140 метров газопровода и сделать подвод к дому заявителя. Главой города утвержден план график для газификации. В 2023 году предусмотрено подключение 134 домовладений в поселках Лунный, Снежный, Таежный, Черный мыс и Юность. Подать заявку возможно через личный кабинет на портале госуслуги, на портале единого оператора газификации, либо на сайте газораспределительной организации «Сургутгаз» или обратившись лично по адресу Маяковского, 14А, строение 1. Новое здание судебно-медицинской экспертизы в Сургуте планируют реализовать по типу уже функционирующего морга в столичной коммунарке. Об этом рассказал депутат Ренат Айсин. В ближайшее время будет проведен конкурс на выбор подрядной организации. Местом строительства объекта выбрали территорию 49-го микрорайона, вблизи существующего ныне противотуберкулезного диспансера. Напомним, контракт на проектирование и строительство с текущим подрядчиком был расторгнут из-за значительного удорожания прогнозной стоимости, разработанной проектной документацией до 5,5 миллиардов рублей, а также срыва сроков, обозначенных контрактом. Победила компания из Челябинска, соответственно, ей были даны технические задания. По этим техническим заданиям она запроектировала такое большое здание, которое в нынешних ценах, с учетом того, что это, по сути, нужно строить в листу, нет сети, нет всего, поэтому, видимо, такая цена и встала. Сейчас пришел новый заместитель губернатора, пооценил ситуацию, посмотрел переписку этой компании и те аргументы, которые они привели, соответственно, она не очень была конкурентна и возможна в текущих реальностях. Поэтому окружные власти пошли по пути поиска подходящего, уже построенного недавно здания на территории Российской Федерации, нашли вот здание на коммунаторе. История этого объекта началась несколько лет назад. На улице Ивана Захарова есть недостроенное здание, которое предполагалось и станет центром судебно-медицинской экспертизы. Позапрошлым году в Сургут приглашали специалистов из окружной столицы. Эксперты, исследовав объект, пришли к выводу, что он уже не соответствует ни строительным, ни медицинским требованиям. Отрицательно отнеслись к возможному соседству с таким учреждением и жителям близлежащих домов. Теперь рассматривается вариант возведения меньшего по площади здания, которое может появиться в том числе по быстро производивым технологиям. Локация останется прежней на Тюменском тракте между противотуберкулезным диспансером и улицей Киртбая. Надеемся, что здание как можно быстрее возникнет. Для жителей Сургута, в принципе, по большому счету разницы нет. 5 миллиардов оно стоит или 10, или 3. Лишь бы это здание быстрее появилось, потому что потребность, она очень большая. Между тем, в Сургуте не первый год обсуждается вопрос комплексного развития территорий. По сути, это борьба за то, чтобы в новых микрорайонах появлялись не только жилые комплексы, но и социальные объекты. Больницы, детские сады, школы. Для западного жилого района этот вопрос состоит наиболее остро. Сегодня там возводят новое образовательное учреждение. Когда оно распахнет двери и снизит градус социального напряжения, узнавала Мария Ливанян. Школа с бассейном, стадионом и актовым залом в шаговой доступности от дома. Маленькая мечта жителей 41-го и 42-го микрорайонов. Заветное желание горожан может исполниться уже в 2024-м. Сейчас силами инвестора на улице Есенина возводится образовательное учреждение на 900 мест. Для меня, как для родителя, для мамы детей, эта школа очень здесь нужна, в этом микрорайоне. Потому что действительно, что район очень густо населен. И для того, чтобы своего ребенка возить в школу, хочется здесь рядышком, а не куда-то за город в город возить. И, конечно, мы сейчас не видим того, что будет в итоге, но школа очень нужна. Рядом на Крылова два корпуса девятой школы. Один из них новый, введен в этом году. Его загруженность огромная. В сентябре в первые классы там набрали 33 коллектива. Инвестор, взявшийся за строительство еще одной школы, компания «Сипромстрой Югория». Данный объект находится в программе развития образования. Земельный участок находится у застройщика. И в соответствии с проектом планировки, необходимость создания данного объекта. Инвестор принял решение построить данный объект и передать муниципалитету под выкуп. Выкупить здание администрация города намеренно за 1 миллиард 300 миллионов рублей. Примерно столько и составляла стоимость строительства по смете, разработанной в 2018 году. Уже сейчас при готовности в 38 процентов инвестор вложил 500 миллионов рублей. Объясняя свое участие в этом проекте, компания отметила, что это их обязательство перед жителями. Мы застраивали этот микрорайон. В общем-то, метода другого, как построить самим на собственные средства и потом реализовать объект, у нас нет. Мы завершили строительство с 36 микрорайона, смежного. И вот за нами, вот это как раз 42 микрорайон, школа в проекте планировки именно 42 микрорайона находится. По планам в августе 2023 года завершатся строительно-монтажные работы. Далее останется отделка. После для наполнения школы оборудованием здание должна приобрести администрация города. Однако у инвестора пока остаются вопросы. Например, будет ли построена дорога к образовательной организации. А также, когда и как город будет выкупать объект. Эти пункты обещали взять на контроль депутаты окружной думы. И если все пойдет по плану, то распахнет свои двери школа 1 сентября 2024-го. Достаточно быстрому возведению зданий инвестор обязан своему заводу железобетонных изделий. Мы можем такую школу монтировать за полгода и потом заниматься отделочными работами. А с учетом того, что потребность в городе, в округе большая, в школах, мы могли бы себя приложить в последующем уже на других объектах и микрорайонах. Ну, кстати, мы и планируем на Марьиной горе именно такую же школу строить. Сейчас ее привязываем, делаем изыскание, получим экспертизы и начнем строить. Компания «Сипромстрой» не первый раз сотрудничает с Сургутом в вопросах возведения важных объектов. Застройщик заключил концессионное соглашение на строительство продолжения дороги на Комсомольском проспекте между улицами Федорова и Кайдалова. Дело в том, что в этом районе расположен новый жилой комплекс «Сипромстроя» на Сайме. Чтобы обеспечить свои дома удобной транспортной развязкой, инвестор решил обратиться в мэрию с инициативой продлить улицу. На данный момент участок дороги готов, осталось провести приемку. Магистраль уже в самое ближайшее время не только улучшит транспортную ситуацию в этом районе, но и сделает Сургут первопроходцем среди муниципалитетов Югры по строительству дорог по концессии. С 1 декабря в России вступает в силу ряд нововведений. Например, расширен перечень процедур, которые можно пройти на госуслугах через личный кабинет. Встать на учет в налоговой, получить пособие на детей, зарегистрировать недвижимость. Цифровизация коснется и процедуры обращения за медицинской помощью. Сделать это можно теперь без полиса, понадобится только паспорт. Мы узнали, что думают об этом сургутяне. Нужен только паспорт. С 1 декабря обратиться в медицинское учреждение можно без полиса ОМС. Понадобится только документ, удостоверяющий личность. Остальные данные медики сами получат из единого госреестра. Станет ли эта система тем, что упростит обращение в медицинские учреждения? И что об этом думают сургутяне? Действительно бывает, тоже полис терял когда-то. По паспорту всякое было бы удобнее. Ну если так будет удобнее, тогда будет, конечно, работать эта система. Ну пока не болеем, не надо даже ничего. Не могу сказать, очень редко хожу в больницу. Обычный паспорт, ну одна база получается будет. Я думаю, пока это еще рано для нашего современного мира. И цифровизация очень нехорошее дело, утечки данных. Сегодня последний день уплаты налогов. Со 2 декабря все, кто не отчитается по имуществу, перейдут в разряд должников. Всего жители сургута должны перевести в бюджеты разных уровней 1 миллиард рублей. 612 миллионов из них – это транспортный налог. В этом году он начислен на 30 миллионов больше, чем годом ранее. Это связано с увеличением количества машин. Сейчас их в городе около 200 тысяч. Треть из них – это транспорт с двигателем более 150 лошадиных сил, либо относящийся к категории дорогостоящих марок. В супер-премиум сегмент входят Mercedes, BMW, Bentley. Зарегистрировано на сургутянина даже Lamborghini. Семеро горожан в этом году заплатят по 200 тысяч рублей за свои авто. За имущество в совокупности 12 жителям начислено свыше миллиона рублей. 288 налогоплательщиков получили счета на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона. Работают с утра и пока не стемнеет. Вблизи археологического парка Барсова гора в Сургутском районе устанавливают опоры уличного освещения. Специалисты отмечают, что все используемые материалы адаптированы к низким температурам, поэтому вести работу подрядчик может даже в морозы. Всего планируется смонтировать 69 фонарей. Таким образом, светлее станет более чем на 2,5 километрах дороги, которая ведет к трассе Сургут-Лентор. Ожидается, что все светильники установят до конца года. При заливке этих опор бетоном. Бетон приезжает в миксере, он с противоморозной добавкой до минус 35. То есть на следующей неделе ожидается теплая погода, до минус 9, до минус 12. Надеемся, что мы на следующей неделе зальем и бетон сейчас хватит. Все будет стоять устойчиво. Опоры уличного освещения – это последний штрих в дорожно-ремонтной кампании этого года в Сургутском районе. Всего же в прошедшем сезоне муниципалитет потратил на обновление проезжих частей 195 миллионов рублей. Реновация дорожных артерий прошла в Русскинской, Угуте, Белом Яру, Федоровском и Барсово. Работы на последнем объекте по контракту стоили чуть более 11 миллионов рублей. Заканчиваем мы ремонтно-дорожную кампанию. Это единственный наш объект, который мы в этом году обещали. Мы его заканчиваем. В этом году мы провели большую работу, выполнили проектно-исискательские работы. Долгий процесс был с согласованием, потому что мы знаем, что это Барсово горя, историческое место федерального значения. С ноября месяца подрядчики вышли на работу. Ремонт будет осуществляться в декабре месяце, то есть до конца года. Мы планируем, помимо того, что выставить опоры, сделать пусконаладку, соответственно, все будет работать до конца года. И последняя новость выпуска. Утром 1 декабря сургутяне наблюдали заметную разницу температур. Некоторые родители, увидев минус 27 на экране гаджетов, даже оставили детей первоклассников дома, решив, что для похода за знаниями ребятам слишком холодно. Хотя фактическая температура воздуха, между тем, не превышала 20 ниже нуля. Синоптики объяснили это явление. Дело в том, что вся Югра находилась под действием антициклона, а вот Сургут, Когалым и Угут оказались вне этой зоны. Метеорологи подчеркнули, что точную информацию о погоде лучше узнавать на официальном сайте Гидромедцентра России. Во вкладке «Фактические данные» необходимо выбрать наш регион и нужный город. Показатели обновляются каждые три часа. Над нами сейчас находится антициклон. Это такое достаточно однородное образование, высокого давления. И в принципе мы ожидали однородную температуру. Минус 27-32 градуса. Это основная температура. Вот практически по всему, почти Ханты-Мансийскому округу. Но дело в том, что в антициклоне иногда зимой бывает труднопрогнозируемая такая ситуация, когда образуется так называемая подинверсионная облачность, и температура пятнами бывает выше, чем вокруг. Везде было 27-32. То есть вы попали как раз в эту подинверсионную облачность. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте. www.indefisnews.ru и в соцсетях ОМЕДИА. Вас еще ждет блок коммерческой информации и прогноз погоды. У меня на этом все. До свидания. Если вы поклонник невероятных пейзажей города, если любите встречать рассвет и провожать закат с фотокамерой в руках, если для вас важен вид за окном, вам понравится новый жилой комплекс Насайме. Насайме буквально создан для тех, кто стремится обрести баланс между активным ритмом жизни и умением замедлиться, созерцая окружающую природу. Здесь представлены квартиры с удобными планировками от 40,5 квадратных метров. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Не грузятся картинки? Пропали лайки и клики? Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. В машину, в автобус, в офис. Реклама на радио. Выгодно, эффективно, просто. Выбери радио. Авторадио. Энерджи. Дача. Русский хит. Лаврадио. Позвони. 221-222. Окружной паблик ВКонтакте ОМЕДИЯ ЮГРА. Увидели что-то интересное? Узнали что-то важное? Хотите рассказать об этом всей ЮГРЕ? Пишите. Присылайте фото и видео в сообщения группы ОМЕДИЯ ЮГРА. Станьте нашим ньюсмейкером ОМЕДИЯ ЮГРА. Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, ЮГРЫ на РУТЮБ-канале ОМЕДИЯ. Сургут-24. Подпишись, будь с нами в центре событий. РУТЮБ-канал ОМЕДИЯ. Сургут-24. 16+. ЛАВРАДИО. Один из самых успешных брендов страны. Нас слушают энергичные и целеустремленные люди. Ведь мы берем от жизни все. Эфир ЛАВРАДИО – это эксклюзивные музыкальные премьеры и новости музыкального мира. Звездные гости и крутые призы. ЛАВРАДИО – это утреннее шоу-красавцы. Музыкальные итоги за неделю, танцевальная музыка, игры в прямом эфире и... Биг ЛАВ ШОУ. В общем, вы поняли. Слушайте ЛАВРАДИО. МУЗЫКАЛЖС회ся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok